Добрый вечер. Возможно, это было вызвано долгожданным торжеством по поводу юбилейного рождения Черномырдина, памятно прибитого вчера к стенке Газпрома, но Дмитрий Анатольевич совершенно внезапно обнаружил в нашей стране несметные запасы природного газа и захотел перевести на него автотранспорт. Идея, в принципе, правильная. Газа действительно много, ездить на нем можно, не очень получается, не тот уровень технологий, нет инфраструктуры, но зато есть Газпром, есть КАМАЗ, есть АвтоВАЗ, готовы поддержать порыв и реализовать его в народе массово и, соответственно, неотвратимо. Газовый двигатель, в принципе, лучше бензинового. Он чище, не так требователен к качеству масла, он не коптит, не пачкается сам и после пробега, ну, тысяч в триста, если его разобрать, посмотреть, что там внутри, он выглядит как новый, то есть абсолютно чистенький, примечательный, ну и, кстати, по выхлопу он сильно выигрыша на фоне бензинового. Вот только на морозе особо не заводится, высоким октановым числом, честно говоря, напрягает, там подстольник, страдает избыточным аппетитом, газовые моторы, они обычно едят больше бензиновых аналогов, тянут они слабее, то есть получается немножечко такой отдышливый движочек, но при этом они требуют очень грамотного технического обращения, то есть они дилетантство не прощают. Но Дмитрий Анатольевич весьма логичен, все-таки ездить на газу нам давно пора всей страной. Это естественнее, чем, по крайней мере, на более модных на какое-то время на данном этапе электромобилях. Посему, раз вверху дозрело понимание, внизу давно есть интерес, остается совершить главное. Смело взять, сесть за письменный стол и подписать тематическую бумажку. Что в этом случае произойдет с нами, со всеми и со страной? Автомобиль только на газу в природе встречается не чаще, чем кит в зоопарке. Посему он, скорее всего, будет традиционным, то есть двухтопливным, соответственно, бензиновым и газовым. Имея не кустарную, а заводскую установку аппаратуры, технически получится более надежно, потому что не в гараже, все-таки делали, а на заводе. На морозе бензин бесспорно поможет выживанию. По крайней мере, завестись можно будет. Двухтопливные автомобили делают за рубежом. Это очень важно, потому что мы не останемся с родными и всегда невыносимыми «Жигулями», за границей нам поможет. Разница вот в чем. Очень много газовой аппаратуры существует у иностранцев, в том числе и теперь уже на конвейере, но они в основном под газом подразумевают пропан-бутан, а мы под газом, как правило, подразумеваем метан. Это не одно и то же. Тут есть некоторые технические нюансы, то есть понятно, что за границей нас в беде не оставят, но придется еще достаточно долго разбираться с этим. Вот что проблема. У нас в стране, в принципе, нет заправок. Они намазаны слишком тонким слоем, парадным простором, чтобы считаться повсеместными и удобными для пользования. То есть такие очень легкие вкрапления. Получается, что придется строить сразу по всей стране, одновременно. Причем вопреки желанию нефтяников, остающихся без работы и привычного бутерброда с икрой по обеим сторонам сливочного масла. При этом за тему, естественно, у нас возьмется главный конкурент нефтяников и основной монополист Газпром, попутно создавая пикантную обособленность внутреннего автопарка. Ну, как это получилось, например, уже у спиртовых бразильцев. Они на спирту ездят. Это такая особая родовая травма бразильского автопрома. Что произойдет? Тут же возрастет стоимость каждого литра жиженного газа. Но так не бывает, чтобы монополист был дружелюбен. Ведь монополисту важна прибыльность бизнеса. Для этого желательно держать страну в заложниках, как это сегодня уже получается у Газпрома с обычным магистральным газом. Потому что внутри страны мы платим за газ, как иностранцы. То есть газа у нас немереное совершенно количество. Провезти его в дом бесплатно, ну, логично, что пора было бы делать это бесплатно. За счет государства. У нас это абсолютно нереально. То есть это нельзя ни при каких обстоятельствах. Можно только за свой счет. Причем счет катастрофический. Нужно либо почку продавать, либо родину, либо скидываться всем колхозам в обмен на собственное будущее. Других вариантов газификации у нас в стране не придумано. Можно, конечно, еще позвонить на прямую линию товарищу Путину, и тогда какой-нибудь местный губернатор тебе через степь этот газопровод проложит. Но это эксклюзивный вариант решения проблемы. Он в стране, в общем-то, не по плечу. То есть газификация автомобилей взвинет стоимость одного литра так, что выгода закончится, если не сразу, то близко к этому, как это произошло уже у нас с соляркой. Помните, солярка раньше дешево стоила? Теперь у нас солярка на уровне между 95 и 98 бензином. При этом ресурс двигателя, работающего на чистом газу, он заведомо превышает ресурс бензинового двигателя. Но в случае, если он двухтопливный, этот выигрыш очень быстро заканчивается, поскольку более требовательный бензиновый мотор, естественно, испачкает своей притязательностью всю идею. Автосервисы должны будут сразу по всей стране появиться, как только медведевский прогресс навалится на нашу страну. Но ведь автосервисы должны будут тему освоить сразу на очень высоком техническом уровне. А поскольку за тему одним из основоположников, кто будет, АвтоВАЗ возьмется, соответственно, что мы получим? Мы получим АвтоВАЗ техобслуживания. А, в общем-то, АвтоВАЗ, он не знаменит успехами в техническом обслуживании народа. И в результате какая-то часть клиентуры отшатнется к кустарям в гаражи. А в гаражах что у нас произойдет? Публика только усугубит своими действиями хронику происшествий. То есть посмотреть по телевизору будет чего, а, в общем-то, радости по этому поводу не будет. В итоге у нас, в принципе, есть шанс получить еще один глонасс. То есть что происходит? Напряглись, создали, распространили, соблазнили людей перспективы, исправили ошибки конструкции, как всегда, посадили того, кого поймали, потому что без воровства не получится, а, соответственно, государство обязательно кому-нибудь применит санкции. Потом тихонечко взяли, урезонили Газпром, попросили первое время не жадничать. В итоге сели, аккуратно поехали по стране на газу и быстренько бросили затею, поскольку совокупность побочных эффектов не совпадает с расчетами. Что после этого? Последний шанс, традиционный, не вызывающий восторга населения, это принуждение и наказание. Помните, раньше такие были стишки, там, тот, кто носит Адидас, первую Родину продаст. Здесь будет какая-нибудь пакость, типа, там, либо ты захочешь газ, либо дам тебе я в глаз. Но в итоге неплохая сама по себе идея в силу климата, в силу страны, в силу монополизма имеет, ну, такие достаточно зыбкие шансы состояться. Значит, дальше придется выстраивать систему репрессий. Это для нас традиционно. Ну, как один из таких мягких вариантов можно будет поручить, например, Собянину на решение этого вопроса, потому что борьба с населением такими неявными формами ему удается, там, знаете, разбомбить дороги, там, сделать платные дворы, поставить везде шлагбаумы. Это вот то, что отрабатывается сейчас на москвичах, можно будет на всей стране. То есть, если у тебя машина на газу, ты, соответственно, можешь выезжать, условно говоря, на дороге, а если у тебя машина бензиновая, то федеральные трассы для тебя закрыты или там имеют какую-то оплату и так далее. Можно, в конце концов, просто отстреливать, но это, правда, не Собянинский метод. Потом неизбежно наступит раскол. Для нас традиционный. То есть на газу обяжут ездить муниципальный транспорт, госструктура и всех тех, кто не спрятался. Как это, собственно, и было в СССР. СССР, если вы помните, на рубеже 80-х годов тоже занимался газификацией. В приказном порядке автотранспортные предприятия были обязаны иметь у себя в колонне машины, работающие на газу. Было несколько автобусов, было много грузовиков и газоны, и зилы, и... Да, все больше, больше ничего не было. И таксистов обязали. У такси получилась самая печальная ситуация, потому что в багажнике половина объема занимается... Раньше занималось запасное колесо. У Волги 24, потому что положить его было некуда. Туда поставили баллон, соответственно, машина остается без багажника. Для таксиста это очень существенно. С грузовиками было еще хуже, потому что грузовики у нас были на тот момент исключительно карбюраторные и бензиновые. Октановое число газа... Ну, мы делали вид, что оно 95. На самом деле октановое число газа было гораздо выше. И для этого пришлось грузовики переводить с 72-го или 76-го бензина на 95-й. И автотранспортные предприятия, колонны, начальники колонн, они боролись за право иметь у себя хотя бы одну газульку, один зилок газовый. Потому что эту машину моментально ставили к забору и просто списывали с нее бензин 95-й. В тот момент 95-й бензин был страшный дефицит, потому что страна ездила на 92-м, а тут тебе дают талоны, например, на 95-й. Это фантастика. Это тогда директорская Волга уже сразу хорошо ехала, шелестела клапанами аккуратно. То есть воровство получилось, газификации страны не получилось. Что хорошо, отстали от частников. В этой связи есть шанс, что у нас тоже, как с ГЛОНАССом, каждый трамвай ГЛОНАСС обязан иметь. А с населением не получается. То есть населению у нас пока еще вольно хоть как-то более-менее маневрировать и избегать некоторой заботы государства. Опять-таки в силу полнейшего государственного бессилия. То есть заставить людей очень трудно. И причем когда у нас газификация страны прошла, то естественно было масса отчетов, экономических выкладок о том, что это все великолепно, это очень здорово, это помогло. Но газификация опять-таки осталась чисто региональной, потому как дальше Москвы и крупных городов она не уходила, было боязно. Технического обеспечения нет, климатической поддержки нет. Все-таки машину газовую нужно заводить на бензине. На газу она при морозах, при низких температурах не заводится. И техническое обслуживание двух топливных аппаратов на тот момент оно было, конечно, не по зубам нашей стране. Сейчас с приходом, может быть, иностранцев какая-нибудь новая технология прорвется на наши горизонты. Но печально то, что раз за эту тему взялся Дмитрий Анатольевич, а Дмитрий Анатольевич известен тем, что успех сопутствует далеко не всем его затеям, даже тем, которые страна расслышала, есть шанс, что все-таки будет ГЛОНАСС. Перерыв на новости, потом перейдем к обычным бензиновым моторам. А поговорить, да пожалуйста, 65, 10, 9, 9 и 6. Антон, вы у нас сегодня первый. Здравствуйте. Добрый вечер, Сергей. Спасибо вам за передачу. По поводу темы хотел бы сказать, что вообще последние действия Дмитрия Анатольевича напоминают такую игру. Что-то мне стало скучно, надо что-то выдать. Причем, вообще-то он у нас раньше очень хорошо справлялся с задачей рекламного агента. Как он блистательно рекламировал BMW X5. Ну и в принципе оставался бы в этом амплуа. Хорошая пацанская кожаная курточка, хороший мертвый пейзажик на заднем плане. Мордовороты вычистили все окрестности. Дмитрий Анатольевич во всей красе чисто конкретно на BMW загибал пальцы нам. Все как полагается. А тут бац, газификация автотранспорта. Так странно как-то. Даже непривычно. Но интересно. Вчера он эту весть произносил на фоне рекламы «Газель-бизнес», что ли. Нет, это на «Газе» изобрели еще одно. У него вчера была двойная газификация. Он, с одной стороны, газифицировал автотранспорт, потом он приехал на Горьковский автомобильный завод. И там торжественно начал лично производить машину под названием «Газель-Некст». Это следующее поколение «Газели». И Дмитрий Анатольевич, он вообще у нас очень любит первым браться за отвертку, за кнопку, за авторучку. Он, ну, как великий ваш товарищ Кеммерсен в свое время, который показывал, как надо жить, учиться и работать. Дмитрий Анатольевич у нас выполняет эту блистательную функцию. Он большой умелец. И он запустил производство этого автомобиля. Автомобиль действительно во многом новый. Хочется Горьковскому автозаводу пожелать не провалиться с ним. Потому что, если вы помните, все затеи, за которые брался «Газ», с треском провалились за последние 15 лет. Завод «Неудачник» похоронил все. Все машины, все модели, все идеи, все затеи, все совместные предприятия. То есть так масштабно не попасть никуда, кроме как пальцем в розетку, наверное, никто лучше Горьковского автомобильного завода пока не умеет. Но вот, может быть, «Некст» они как-то удержат. Тем более, Дмитрий Анатольевич благословил. Хочется верить. Это точно. Хотел вам два вопроса задать. Первый, вы не очень любите официальных дилеров. Хотел послушать по поводу «Ниссановских». Потому что есть два «Ниссана», одному четыре года, второй новый. Но с последнего ТО уехал от официального дилера на незакрученных колесах. Что было... вообще очень порадовался этому. Вот, видите, какой вы оптимист. Вот скажите, Антон, что бы еще вам могло у официального дилера так поднять настроение? А тут вы даже по-новому посмотрели не только в зеркало заднего вида, но и на всю свою оставшуюся жизнь. Это точно. И после этого кого нам любить? Официальных дилеров? Квалификация у них растет. Я помню, как, например, Пономарев Игорь, царство ему небесное, это один из владельцев «Дженсера», устроил грандиозную войну с московским представительством «Ниссана», пытаясь заставить представительство быть лояльным клиенту. Он долго с ними ссорился, чтобы они снизили норма час, чтобы они перестали быть такими жлобами. И московское представительство очень сильно и стойко оборонялось от Игоря Пономарева, потому что клиент, конечно, абсолютно был не нужен. И вы на себе вот сейчас увидели, как растет мастерство, когда сертифицированный слесарь сертифицированным движением при помощи сертифицированного гайковерта не закрутил вам сертифицированное колесо на нужное сертифицированное усилие. А денег взял? Это да. То есть вы как рекомендуете просто к ним ездить, менять масло, там, регламентное НТО ради штампика первые три года? Ну, если вдруг по какой-то причине у вас сложились отношения, знаете, так иногда бывает, вот приходишь к официальному дилеру, а у них охрана уже описывалась, менеджеры выпрыгивают в окна, а слесаря разбегаются, значит, у вас здесь хорошая репутация. Тогда есть шанс, что вам действительно сделают по-человечески. А если вы пришли традиционно, об вас вытерли ноги, мариновали вас в очереди полтора часа, потом машину загнали в рем-зону, полдня с ней никто ничего не делал, а потом со следами кувалды на генераторе вам ее вернули, сказали, это, там, в кассу 30-ничек, ну-ка, быстро. Тогда, наверное, лучше по гаражам, а к ним ездить только ради штампика, конечно. Потому что очень многие хорошие ребята, которые, например, мои машины делают, они не гадят, и поэтому по состоянию машины не догадаешься, что было вторжение несертифицированных людей с несертифицированными руками. Но только от этого машина лучше становится, вот в чем дело. Официальным дилерам я всем желаю, чтобы они как можно скорее разорились. Вот у нас уже начинаются потихонечку очень приятные симптомы, стагнация нашего рынка, у нас идет провал по продажам. И вот сейчас как раз ведь произошло роковое стечение обстоятельств. На волне продаж предыдущего года на складах осталось много заказанных машин в расчете на то, что все мы лохи педальные, цены над них подскочили. Народ четко совершенно увидел эту тенденцию, что машина 2013 года дороже, чем машина 2012. Сейчас заканчиваются товарные запасы машин 2012 года, и 2013 уже брать не хотят, а вот совсем не хотят. И дальше либо начинаются скидки, либо начинается вот эта вот самая пляска, когда очень хочется, чтобы количество икры на масле не уменьшилось. А с другой стороны, ну что сделать клиент? Улыбаться клиенту – это последнее дело. Бороться за клиента – это последнее дело. Значит, нужно ему выкручивать руки. А вот уже не получается. Я официальным дилерам желаю 99% официальных дилеров, я желаю скорейшего разорения, я желаю разорения представительствам, с тем, чтобы они все обанкротились, и с тем, чтобы они на наш рынок лет через пять заглянули уже немножко с другим настроением, что нас нужно не грабить, а с нами нужно договариваться, чтобы они в нас увидели клиентов, а не источник своего всего-навсего одностороннего, сиюминутного заработка. Вот Антон. Понял. И второй вопрос по поводу машины. Папа у меня злостный. Legacy Vod в последние 15 лет ездит только на них, на всех модификациях, моделях, которые были. При этом в год проезжает максимум тысяч пять. Но сейчас на дачу Legacy не проходит. А у нас еще в Москву, из Ближнего Подмосковья, по такому легкому танковому полигону. Что же у вас с дачей случилось? Враги захватили? В предыдущие 15 лет папа на дачу проезжал на разных Legacy? Нет. Не было дачи. Она только появилась. А, вы купили кусочек танкового полигона себе и решили на нем построить избушку, чтобы местные танкисты могли приветливо помахивать стволами в вашу сторону. Все понятно. Нет, танкисты это мы каждое утро, когда в Москву пытаемся прорваться из нашего подмосковного небольшого города. Поэтому легковушки там не проходят. Хотел спросить какой-нибудь внедорожник в районе двух миллионов. Так, чтобы он был не маленький и посолиднее, потому что все-таки четырех внуков возить надо. О-о-о. Отец-героин. Вы молодец. Но что значит... Мои только половина. Остальные от братьев-сестер. Это очень правильно. Да, старший брат помог. Молодец, брат. Все правильно. Но, значит, во-первых, битву с папой вы, скорее всего, проиграете. Потому что если папа Легаси вот, его аутбек не устроит. Трибека это все-таки не внедорожник, а Форестер не внедорожник тем более. Запихать папу в двухсотый крузак, это даже вы с братом вряд ли сможете. Значит, у папы чего за два миллиона? Двухсотый, двухсотый крузак, служебный, ездит. Ездит. Да. Ну и в таком случае какой у вас вариант? Копить на двухсотого. Потому что после него, что вы папе предложите? Паджеро? Он повертит носом, скажет, не, ребята, дети, вы чего? Ну, не то. Кардинально не то. Либо вперед, Ниссан Патрол, который все-таки еще остается внедорожником, несмотря на всю свою спорную внешность. И опять-таки, он не Сан. Ну да. По нашему полигону я на X-Trail проезжаю. То есть я его все-таки стараюсь столкнуть куда-нибудь на Touareg, а он активно смотрит на Вольвуш 90-ю и почему-то на Лексус и Рык. Не знаю, как его от Лексуса отговорить. Только если запугаете его до полусмерти. Хосе 90 это тоже все-таки кроссовер. Ну, так что выбор-то у вас небольшой. А Touareg, соответственно, дизель. 3.0, пневмо и оффроуд пакет. Да, вот это пролезет. Тем более, если вы еще хорошую резину поставите, позлее, позубастей. Тогда эта штуковина сможет преодолеть очень много чего. А RX, конечно, Хосе 90. Хосе 90, он хорош на газончике, на лужаечке. На танковом полигоне ему делать нечего. Даже с D5 дизелем. Поэтому какую-то альтернативу, да, собственно, мало альтернативы. После двухсотки, в принципе, с папой тяжело разговаривать. У него же точка отсчета немножко сбита. На двухсотку не складывается. Ну, остается Touareg. Значит, вокруг Touareg вам нужно будет плясать с бубном. Вокруг папы тоже плясать с бубном. И посмотреть, что в результате этой пляски получится. Но это очень долгий разговор. Потому что после 15 лет на Легасе... Ой... Сергей, здравствуйте. Здравствуйте, Сергей. Первое. Хотел бы вам большое спасибо сказать, что как-то давным-давно мне посоветовали Citroёn на C4 Grand Picasso. Вот. Откатал он у меня три года. Вот. Сейчас я езжу на Паджеро третьем. Как раз на газу. Ух ты. Ваша новость несколько меня обескуражила, да. Потому что, я вспоминаю Виктора Степановича Черноморгина, фразы «хотели как лучше, а получится у нас как всегда». То ли цена на газ поднимется, то ли, собственно говоря, там расходка, либо еще что-то, как бы компоненты вырастут. А вот скажите, Сергей, у вас какая разница по расходу топлива? Сколько у вас штука ест на газу и на бензине? Вот, смотрите. Значит, при правильной установке газа, как вы долго изучали вопрос, потребление должно соответствовать бензиновому. Ха-ха три раза. Скажу. Что? Ха-ха три раза. Не, на самом деле я вам могу сказать так, что у меня сейчас расход получается в среднем где-то 15-16 литров. На что? Но плачу я за эти литры не по 28-29 рублей, а по 15-50. А в области даже по 13. Да. В таком случае повезло, действительно, потому что 16 литров на газу это лучше, чем 16 литров на 95-м бензине. Вот. Я хотел бы узнать, а как бы ресурс вот этого мотора, который вот у них старый, вот 178 лошадей, трехлитровый, его насколько хватит, как бы, насколько влияет эксплуатация на газу? Он у вас ГДИшный или какой? Он у вас американец или европеец? Нет, европеец, европеец, с 2011 года. Ну, он, 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 2011 года, соответственно, он у вас четвертый Паджеро, да? Да, 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 конечно. Он довольно долго проживет, тем более, что газ, поскольку он почище, соответственно, он меньший ущерб наносит мотору. Перерыв на новости. Продолжаем ездить по нашей стране на бензине, на газу и даже немножечко на солярке. Телефон 6510996. Звоните, пообщаемся. Половина линии по сию пору свободна. Владимир, здравствуйте, вы дождались. Я, кстати, тоже. Алло. Алло, добрый вечер. Здрасте, Владимир. Очень рад вас слышать. Я тоже. Сергей, у меня вот два таких момента. Первый хотел бы чуть-чуть полемизировать по поводу государственной монополии. Все-таки, наверное, не только сам Газпром виноват в том, что цены у нас такие высокие, а по большей части это все-таки государственная регулируемая компания, и цены там устанавливают государство. Потому что, если посмотреть... Дело в том, что Газпром — это часть нашего государства, часть нашего средιевого государства. Газпром строил в том числе товарищ Черномырдин. Черномырдин — это тот самый человек, который в нашей стране определял очень много чего. И бандитскую сущность нашего государства выстраивал в том числе товарищ Черномырдин. Он был знаменит многими своими подвигами, тем, что он шел на переговоры с террористами, с Шамилем Басаевым лично общался по телефону. Тем, что он создал ситуацию, при которой мы оказались заложниками у госмонополии, и, к сожалению, вот эта госмонополия не дает нам возможности на сегодняшний день пользоваться природными богатствами, и в частности газом, как это происходит в каких-то приличных странах, типа Эмиратов, например, или в Катаре. Там почему-то люди имеют совершенно другое ценообразование на бензин, на солярку и вообще на энергоносители, которые из этой земли добываются. Вот Дмитрий Анатольевич, заговорился уже, Черномырдин у нас как раз тот самый человек, который выстроил систему бесчеловечную, и Газпром пользуется этим. То есть Газпром это не контора, которая получает распоряжение, это контора, которая была встроена в систему государства антагонистичного нашему населению. У меня такое ощущение, что, к сожалению, на линии произошел обрыв, такой иногда у нас бывает, но Газпром всерьез несет ответственность за происходящее в нашей стране. Он не пешка, которую переставляют по игровому полю. Эдуард, здравствуйте. Здравствуйте, Сергей. Беспокоит вас вот самый Дмитрий Анатольевич, который, помните, по А6, может быть, про Ауди говорил. Было дело. И вы сказали, купите ту же Ауди трехлитровую дизель, вот я в ней сижу. Спасибо вам большое. Ну, спасибо вам за то, что вы реализовали эту красивую идею, и она оказалась настолько примечательной для вас. Вы же в данный момент празднуете больше, чем все мы. Мы празднуем только весну. А вы весну за рулем шикарного автомобиля. Да, спасибо вам большое. А теперь вопрос. Вы знаете, вот сейчас вы говорили много про топливо. Я вот тут так по воле случая был по осени в Америке и столкнулся с сумасшедшей машиной, на мой взгляд. Называется она «Фискер». Она дорогая, но она вся из себя электрическая, у нее какой-то расход топлива 2 литра. И еще есть подешевле машина «Тесла», тоже, может быть, знаете. «Теслу» я, честно говоря, не пробовал. Но «Фискер» — это какая-то фантастическая машина. На каких-то солнечных батареях все электро, от розетки и вообще что-то такое. Но я понимаю, что пока она дорогая, конечно. Это какая-то штучная вещь такая, их очень немного. Я видел, может, пару штук. Ну «Фискеры» вообще мало. «Фискеры» еще бывают немножечко где-нибудь там типа Германии и Швейцарии. «Фискер Карма» — это потрясающий совершенно автомобиль. Да, именно «Фискер Карма». Конечно, а у них другого нет. И фирма «Фискер» на сегодняшний день идет с молотка, она торгует штанами. И главный учредитель, человек, который свое имя подарил этой фирме, сам господин «Фискер», уже получил пинка взад и вылетел с нее. А фирма пытается продаться китайцам. Ну, как и все в мире, рано или поздно становится китайским. Но идея была, конечно, очень интересной. И причем вот когда кризис 2008 года случился, то фирма «Фискер» — одна из немногих частных полностью контор, которая получила от американского правительства кредит, потому что она является олицетворением инноваций. Вот все те идеи, которые заложены были в машину под названием «Карма», они настолько кармические, настолько ураганные, что, конечно, это требовало государственной поддержки. Сейчас, к сожалению, им государственную поддержку закрыли, и, собственно, из-за этого фирма и потихонечку помирает. Жаль. Идея любопытная. Причем мне очень жалко самого «Фискера». Представляете, его имя-то остается прибитым к забору, а его-то там уже нет. Ну, я думаю, поднимут, понимаете? Я понимаю, в свое время изотов-разки не так и не подняли, но там «Роллс-Ройс» и все. Не поднимут, тем более, что «Фискер» очень сложен по технологиям. Хотя, конечно, Тесла, она еще сложнее, и Тесла делают ребята из НАСА, ей еще немножко, и одним колесом уже в космосе можно будет спокойно ездить по облакам. Это, конечно, ураганные машины, и Америка... Ну, они же стратегически, вот в чем дело, что, вы понимаете, они решают представление от автомобиля. Вы понимаете, когда вы потребляете два литра бензина на 100 километров, ну, пускай тут ребята чего хотят исполнять. Я в конечном итоге, вы же понимаете. Тем более, что Тесла-то, она полностью электромобиль. Она вообще ездит только на батарейках, причем у нее совершенно чумовой запас хода. Она ездит по 300, по 350, по 400 миль. Она, да, ездит до 600, а Карма ездит 500, по-моему, от розетки, а потом дальше включается движок. Ну, я имею в виду в километрах, 500 километров, 300 метров. У Кармы хотя бы есть все-таки двигатель внутреннего сгорания, а она является гибридом. А Теслы, они электромобили, и они совершенно фантастические, они абсолютно реальные, они очень интересно задуманные. И вот сейчас, например, в Женеве показали уже Теслу следующего поколения, она такой аналог, наверное, Каена, только семиместный, в два раза больше, и, соответственно, стоимостью, как чугунный мост. Нет, ну вот, Фискер, извините, я переверну, Фискер стоил в Америке, да, 102 тысячи долларов. Значит, у нас, к нам будет приходить там 150. А Тесла, а Тесла вот подешевле, она, по-моему, 1060-70 это стоила. Вот так вот, чётко. Для Америке это очень дорого, потому что там 530-й BMW стоит 45. Но вот именно под Теслу идёт снижение, там очень выгодная стоимость владения, потому что Тесла, она является электромобилем, она имеет право, соответственно, там по налогам у неё очень хорошие бонусы. Она имеет право ездить по всяким там запретным территориям, типа выделенных линий. Она может заезжать в центр города, где нулевой выброс, куда только велосипедисты. И обычно вот у Теслы, у неё стоимость указывается без стоимости аренды батарей. Поэтому 60 тысяч долларов, это то же самое, как вот, например, европейские электромобили, всякие там Peugeot, Citroёn и Renault. Но у них считается, что батареи идут в аренду, и ежемесячный платёж там какой-то там до 700 евро, а если выкупать вместе, то с батарейками она получается там ещё буквально на 25-30 тысяч евро дороже. И здесь просто система привлечения клиентов, она очень грамотно выстроена, чтобы не всё финансовое время било тебя по голове. Но вот американцы, чем они молодцы? Ведь у них же штат Калифорния является застрельщиком, они идут к Zero Emission, ноль выброс, то есть экологические стандарты Евро-7-Евро-8. Ну у них уже они там давно, да, в том-то и дело. Ну они идут с опережением, то есть во всём мире, ну Европа, например, Евро-5, а Калифорния, она постоянно напрягает всех, говорит, ребята, думайте, ещё немножко, введём Евро-7, потом Евро-8, и никуда вы не денетесь. Собственно, именно поэтому идут всякие там гибриды по Америке, они настолько там не то чтобы популярны, но востребованы. Ведь Toyota Prius выжила только благодаря американскому рынку. Уже третье поколение, наконец-то прибыльное, японцы вложились в это, и уже достигли какого-то результата, в том числе и финансового, и всё благодаря Калифорнии. Вот Калифорния говорит, ребята, ещё немножко будет ноль, давайте. Вот они дают. И поэтому Tesla и Fisker, да, в Европе поискать ещё, а по Америке, конечно, ездят. Так почему ж у нас-то не ездят? Почему хотя бы этой же Tesla у нас нет? Я понимаю, Fisker машина слишком нарядная, но так. Знаете, у нас привезли Mitsubishi IMF, это такой унитаз одноколёсный с палкой вместо сидения, и он полностью электромобиль, он стоит 2 миллиона. Ехать на нём, ну, можно только до ближайшей лужи, потому что потом тонешь. Если кто-то, не дай бог, кинул жвачку на дорогу, прилипает насмерть колесом и не едет дальше никуда. Да, поэтому с нашим подходом, когда любой товар облагается на усмотрение таможни любой ценой, взятый с потолка, по налогам ты всегда враг, а ещё ты у нас миллионер и буржуй, и что ты сюда притащил, мы тебе не дадим. Поэтому у нас это будет стоить, ну, проще в космос, дешевле в космос. Вот почему в нашей стране нету много чего? Почему в нашей стране, например, нету и никогда не будет производства мобильных телефонов? Вот именно сборки у нас. Почему у нас нету процессоров компьютерных и никогда не будет? У нас мозги есть, но у нас государственная система выстроена таким образом, чтобы обобрать. Если ты собираешься, например, производить мобильный телефон и привозишь сюда комплектующие, там, 100 деталей к стоимости по 1 центу, то таможня тебе говорит, минуточку, у нас, вот сколько вы сказали по инвойсу? 1 цент? Да, да, да. А у нас по каталогу эта деталь стоит от 1 цента до 100 долларов. Поэтому мы вам выставляем среднюю стоимость этой детали не 1 цент по инвойсу, а 50 долларов. Пожалуйста, заплатите нам, нам, таможенникам, с 50 долларов, а не с 1 цента. Так, и вы забыли, я международный перевод. Да, то есть... Такое таможню. Для меня это ежедневная борьба. Конечно. И вы прекрасно понимаете, вот привезут у нас Теслу или, например, тот же самый Фискер за 100 тысяч там по инвойсу, сколько он у нас будет стоить? Ну, вот посчитайте, у нас за все про все. Ну, у нас, как правило, 2 конца, значит, будет 200 стоить. Ну, Тесла, по идее, хотя бы 150, но вы понимаете, сколько мы тратим с вами на бензин, там одна заправка стоит, там, в среднем 70 долларов, да, примерно? Да. Даже если еженедельно вы заправляете 70 долларов, умножьте на 52, по-моему, я вам все сказал, да? Конечно. Соответственно, если она такая машина уровня, хорошая, там, машина уровня, там, ну, премиум класса, да, какого-то, то она здесь все равно пойдет, потому что, во-первых, интересно, во-вторых, это хотя бы стимулирует наше производство, есть конкуренция. Да ну что вы, наши... И вот эти монополисты, типа Газпром, Росмерти, все остальное, ну, ребята, а как вот что-то... Не-не, Эдуард, не соглашусь, у нас нету конкуренции, взяться ей ниоткуда. Если он конкурент, вот тот, кто привезет сюда Фискар или Теслу, будет конкурентом, его просто пристрелят сразу. Скорее всего, вы правы. Это то же самое, как, например, цены на бензин, картельный сговор. И у нас ФАС, который, на самом деле, нужно было бы назвать немножко по-другому, он выявил картельный сговор. И кто у нас сел? У нас есть уголовная статья в кодексе за картельный сговор. Они сказали, да, картельный сговор, и нефтяники подтвердили, сказали, да, картельный сговор, мы готовы выплатить штраф. У нас 28 нефтеперерабатывающих заводов в стране, ну, в Америке их 140, у нас их 28. И каждый, в Америке, почему цена на бензин, она свободна и связана с ценой на нефть, а у нас нет, потому что у них нет монополии. Нефтепереработка – это отдельная отрасль от нефтедобычи. А у нас нефтедобыча имеет под собой в том числе и нефтеперерабатывающий завод, и систему реализации. И тогда проще всего 28 заводов на всю страну. Они поделены между шестью основными игроками, которые договорились о том, какая будет цена, и в результате мы с вами что имеем? Мы имеем цену, стоимость топлива, независимую от барреля нефти, рвущуюся в потолок, кверху, подрывающую нашу экономику, имеющую картельный сговор, уголовно ненаказуемый, где тут конкуренция? Ну да, согласен. Ну это так же, как квартиры у меня в Майами практически нет, примерно то же самое. Да. Сговор практически, примерно так, я же понял. Да, приблизительно так и есть. Спасибо вам большое. Спасибо вам. Техкарма, эта машина, она меня потрясла, Теслу я, честно говоря, не видел. А дело в том, что Фискер, он ведь был дизайнером BMW, и он великий мастер красивых форм, и именно поэтому он сделал свою карму от души, вот так, как он считал нужным. Это смесь, да, X6 BMW и Maserati. Фискер, например, сделал Z8, у него концепты BMW были потрясающие, и вот тут он выплеснулся уже сам, там, без надзора, без указки, без приказов. И он показал, как это должно выглядеть. Получилось действительно очень красиво. Нарядная машина. Нарядная машина, и едет она интересно, и суть у нее потрясающая. Едет, в ней 408 лошадей, она не едет, она летит, там Феррари просто курит. Нервно в сторонке, там же, где и Ламборгини. И сам по себе аппарат шикарный, и очень жалко, то, что даже такая вот правильная идея, встроенная в капиталистический правильный мир Америки, она все равно себя не окупает, и все равно у них идут проблемы, и все равно они там, в этом нормальном конкурентном поле, где есть в том числе поддержка государства, они там не выжили. Представляете, что произойдет, если они приедут к нам? У нас, к сожалению, перспективы пугающие. Перерыв на новости. Пока вы дозваниваетесь до меня по номеру 65 10 9 9 и 6, пара сообщений с сайта от Григория. GM и Ford продают в Австралии автомобили, работающие на бензине, газе и этаноле, с большими моторами и без газового баллона в багажнике. Не нужно изобретать велосипед, нужно просто отменить на них возные пошлины и поговорить с этими автопроизводителями. Сам бы с удовольствием приобрел такой Holden. Да, Григорий, идея абсолютно правильная, можно поговорить с ними, но не забывайте, у нас есть Автоваз. Автоваз — это наше всё, поэтому пока он не изобретёт соответствующий газовый автомобиль, никакого Holden нам с вами не будет. Ещё одно сообщение от Михаила. Здравствуйте, спасибо за передачу. Вы говорили, что станция Московская, Минститут Финам-ФМ, а задают вопросы из разных городов. Вот вам вопрос аж из Казахстана. Через неделю экзамен на права, соответственно, начиная присматривать машинку, жутко хочется купить Matisse. Просто мне нравится его мордашка. Хотелось бы услышать, как Matisse в качестве первой машины, как он себя чувствует зимой. Просто дорога на работу в Верс-120, из которых 50 по трассе. Её, конечно, чистят в кавычках, хотя с тем же успехом, как и везде. Стоит забыть о Matisse, или всё-таки есть шанс и зимой на нём поездить. Михаил, Deo Matisse — это очень серьёзный, взрослый, нормальный, полноценный автомобиль, который замаскирован под детскую игрушку. Он очень хорошо едет. В качестве первой машины это абсолютно правильно. Я не совсем знаю, как именно в Казахстане у вас выглядит ситуация. Единственная рекомендация. Если у вас где-то что-то там посыпают солью или нашими вонючими страшными реагентами, проведите ему предварительно антикоррозионную обработку. Во всём остальном, Matisse — машина безупречная. Она, кстати, по сию пору, хоть и упала в качестве сборки, но тем не менее неплохо собирается. Сам по себе автомобиль очень правильный, на ручке. Я на таком аппарате ездил несколько лет, продолжая на нём кататься с удовольствием, когда удаётся. И я на Matisse, например, в течение лет трёх, наверное, подряд, ездил из Москвы на Украину и обратно. Вот представьте себе эти пробеги по трассе. Очень всё здорово. И геометрическая проходимость у него нормальная. Покупаете зимнюю резину, получаете вездеход. Он же лёгкий. Пузом до земли он, как правило, не всегда достаёт до сугроба, а передним бампером, задним бампером, свесы короткие, он не цепляется. То есть очень достойный универсальный автомобиль. Телефон, Алексей. Здравствуйте. Алё, Алексей. Как-то вы... Вот, это вы. Это я. Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте. Вопрос по «Зафире». «Опель «Зафира» 12-го года калинингарской сборки. Каких неприятных сюрпризов от неё ждать, если они вообще у неё есть? У него нет. Просто не считайте, что «Зафира» — это семиместный автомобиль. У него там сзади тесновато на этих двух полочках. Это я уже оценил, да. Ну, детей нормально. Дети помещаются, под них обралась машина. Ну да, детям пока весело, они там пока наиграются. Просто не дай бог, но в случае чего доставать оттуда экстренно людей очень тяжело. То есть нужно быстро метнуться, быстро откинуть заднюю крышку, то есть в багажник и выдернуть оттуда ребят. Что это? Это не дай бог. Просто они спереди не смогут, они не вылезут через боковые двери. Ну, не, невозможно, да. Абсолютно. Они будут туда долго забираться, там здорово совершенно стучать коленкой, зацепиться шнурком, посмеются, поиграют, потом закатится игрушка под сиденье, ехать будет весело, но в случае чего доставать их... То есть первый — это папа, бросающаяся к багажнику. Машина хорошая, особенно с мотором 1.8. Да, она с 1.8. Мотор 1.8 очень правильный. Этот мотор у них довольно давно в гамме. Он ставится и на «Вектру», и на «Астру», и на «Зафиру». И я слышал вот от некоторых «Астр» владельцев неудовольствие по поводу этого мотора. Вот с «Астрами» почему-то не везло. Но «Вектры» на этом двигателе ездят замечательно, причем мотор настолько успешный, что он перешел по наследству на, например, «Крузо» и «Орландо». То есть следующее поколение. Машины полностью новые, а двигатель тот же самый, поскольку очень хорошо сделанный. И он правильный во всем, до 100 тысяч вопросов не задает, потом он не задает еще до 200 тысяч никаких вопросов. Все остальное уже зависит полностью от того, просто как вы ездите, где вы ездите. Как троллейбус уже. То есть уже гонки кончились, наверное, перерос, поэтому... Ну, у вас настолько правильный, сбалансированный семейный автомобиль, в котором вот сразу все понятно. Человек ценит семью, ценит комфорт. Сравнивать с «Альмирой», да. «Альмирой» не та машина, не семейная, маленькая. Ну, «Альмера» хороша, например, для того, чтобы бомбить и быть таксистом. А для того, чтобы возить семью, очень хороша «Зафира». Очень правильно, что вы ее сделали, очень правильно то, что вы не побоялись калининградской сборки. Нормальная вещь. А сейчас, по-моему, другую и нет салона. Нету, нету, конечно, потому что эта машина снята уже с производства везде, сейчас уже пошла «Зафира» следующего поколения, которая тоже не стала семиместной, как бы они не пели эту «Соловьиную песнь». Нету там этих двух табуреток, пригодных для выживания. Там есть, правило, пара подстилочек для того, чтобы дети просто побаловались. Сам по себе автомобиль хороший. У него, кстати, при всем при том, даже невысокий расход топлива. Когда никуда не торопишься, ну, в десятку удается уложиться. Александр, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Вот вы дождались, наконец-то, Александр. Да, спасибо. Спасибо вам за передачу, Сергей. Часто слушаю. Хотел бы вот задать вам такой вопрос. Я живу в ближайшем Подмосковье, и сейчас дороги, вот вчера у вас была передача, что Москва там, но у нас вот в городе железнодорожном дорог вообще нет. И я на легковой машинке, то есть, ну, испытываю просто ужас. Работаю в Москве, каждый день езжу, и ужас. Вот хочу приобрести... Александр, кстати, простите, перебью вас. Вы должны гордиться. Город железнодорожный это город, в котором больше всего фонтанов. Ну да, еще Анна Каренина, я знаю, под поле бросилась. Ну, это печальная страница, да. Но, кстати, давайте меняться. Мы вам Собянина, и у вас дырки станут в 10 раз лучше, а вы нам чего-нибудь, там, Анну Каренину, например. С удовольствием. Ну, вопрос, смотрите, вопрос в следующем. Я хочу привлечь какой-то кроссовер. Ну, причем дизельный, исключительно дизельный, соответственно, вариантов не так много. Да почти нету. Да, почти нету. У меня был Тибуан, либо Киа Спортич, и либо Опель Антара, тоже дизельный. Но вот сейчас мне товарищ ездит на Фрилендере втором. Он у него восьмого года, и пробег 62 тысячи. Причем, он очень доволен, то есть, ну, сейчас, так как собираются менять на более дорогую машину, предложил мне ее взять. Вот. И вопрос у меня такой, то есть, вообще, стоит ли брать машину восьмого года, бэушную, хотя я знаю, эта машина, она не участвовала, пробег реальный, а проблем у него вот нету. Он только ездит на ТО, то есть, говорю, что очень удачная машинка, ну, как бы, и вот предложил мне ее по хорошей цене. Вот, как скажете, то есть, Возьмите, возьмите потому, что, во-первых, скорее всего, цена на Фрил из дружеских рук будет заметно ниже, чем на новый Тигуан, Спортаж или Антару. Ну, это да, это да. Так или иначе, уже, ну, не дай бог, что называется, но сэкономили на ремонт. Фрил, вот, с точки зрения, вообще, вот, по гамбургскому счету, он не является безупречным автомобилем по качеству, по ресурсу, по количеству недомоганий. Но на фоне всех лендроверов это шедевр, потому что, если Discovery, например, норовит сразу припасть к живительной влаге автосервиса и никуда дальше не ехать, там, Range, он, в принципе, не любит, когда его выгоняют за пределы ремзоны, то Фрил в этом отношении очень дееспособный аппарат, и вот легенда о его непогрешимости, она, в первую очередь, создана именно традиционными владельцами лендроверов, которые намаялись с остальной техникой, и тут вдруг целый день ежу не сломался, второй день ежу не сломался, третий день ежу, заглядывая под машину, не вытекло, на четвертый день еду не сломался, фантастика, и Фрил действительно удачный, поскольку он из знакомых рук, и у него 62 тысячи, ему еще долго жить, дизель у него очень неплохой, дизеля у него фордовско-пежошного розлива, а на самом деле Пежо это в Европе один из лучших производителей дизелей, поэтому по мотору у вас никаких проблем не будет, по подвеске, вот если человек был аккуратным, несмотря на то, что он видимо тоже как-то заезжал в железнодорожный, по вашим танковым направлениям катался, вряд ли он убил подвеску, поэтому... Ну нет, на самом деле он живет в Москве, он директор фирмы, и ездит на служебной машине, а на этой машине выезжает только на дачу иногда, поэтому у него пробег реально такой маленький. Понятно, тем более, что у нас все-таки Собянин улучшил дырки в 10 раз, поэтому у вас машина практически из тепличных условий. Возьмите Фрил, ну если по какой-то причине не сложилось, не понравилось, не полюбилось, или он начал вредничать, потому что он любит того, хозяина не любит вас, да, Tiguan Sportage Antara, при этом Antara, она на голову выше, это машина другого класса, и именно Antara с дизелем и шестиступенчатым автоматом, с дизелем 2.2, это очень правильный выбор. Вот из всех Antara рекомендую именно дизельную версию, потому что бензин... Ну вот я именно на нее и смотрел. Да, да, да. И вот если, например, с Фрилом как-то не сложилось, тогда не смотрите на Tiguan и Sportage, несмотря на то, что у них тоже масса своих преимуществ, Tiguan и Sportage, они чем хороши? Они поменьше, они такие более легковушечные, и на них очень удобно в городе ездить. Но у Tiguan пока еще остается открытым вопрос с тормозами. Мы до сих пор так и не поняли, этот косяк он как улыбнется нам телеграфным столбом сразу или все-таки со срочкой приговора. Sportage безупречно, очень хорошая, грамотная европейская машина, но Antara интереснее и лучше. Поэтому сейчас Фрил, нежно, дружелюбно, с объятиями, спасибо, друг, что сэкономил для меня эту классную машину, а дальше уже будет видно. То есть если что, то да, Antara. И все-таки попробуйте провентилировать вопрос обмен Собянина на Анну Каренину, потому что, знаете, как-то очень это все нас тут в Москве уже аккуратно достало. Наталья, здравствуйте. Здравствуйте. Приятный женский голос. Наталья, похвастайтесь тем, как у вас удалась жизнь за рулем. Ну, жизнь ничего удалась, скажем так. Вот, знаете, хотелось бы у вас спросить. Ездим сейчас на Land Cruiser 200. Ну, хочется, машина немножко не устраивает комфортом, хочется поменять. Вот думаем, либо Mercedes ML, либо J. Что вы посоветуете? После Zilla 130, который у вас после грузовика под названием Land Cruiser 200, любая машина покажется Mercedes. Тем более, что вы совершенно правильно определили. Но ML, она скорее легковушечная, а GL, она, конечно, поуниверсальней. Она здоровее, тяжелее, семиместнее. Зависит от того, что вам нужно. Если вот привычный размер 130-го Zilla, ну, в смысле, Land Cruiser, тогда GL практически то же самое. Причем, вы сразу становитесь главной в потоке. ML-ка не хуже, просто чуть-чуть труба пониже и дым пожиже. Скажите, а вот по подвеске все-таки хвает, что у них неоподвески плохие? Это смотря, что с ними делать. На самом деле, Mercedes неплох ровно до тех пор, пока никто не занялся его уничтожением. До завтра.